Элина Корьякина из-за проблем в семье и непростых отношений с Алексеем Самсоновым в последнее время очень подавлена. Ради Лёши она во многом старается поменять свои взгляды и привычки, и похоже ей это даётся нелегко. Мама Элины, которая уговаривала дочь уйти от Самсонова, заявила, что если она всё-таки останется жить с Лёшей, то лишится финансовой поддержки родителей. Элина, хочу обратиться к тебе. На днях ты решила стать обычной девчонкой. Как все, как все девчонки, заблокировала все свои счета, вернулась на проект к простому волгоградскому пацанчику Самсонову, отогнала машину свою, понимаешь? Вот у меня к тебе в связи с этим вопрос. А ты готова вообще жить так, жить скромнее? Быть просто обычной девчонкой, тратить на маникюр не 30 тысяч, а тысячу рублей или полторы. Готово. Элина, почему с таким каким-то удручающим грустным лицом? Да нет, дождик идёт, холодно, замёрзло. А как ты так решила прийти к этому? Как ты вообще решилась на такое? Пока есть данность такая, значит, будем так. Будет по-другому, будет лучше, значит, будет лучше. Просто вот ты совсем недавно говорила о свадьбе за 15 миллионов, о каких-то таких вещах, о том, что ты хочешь, чтобы Лёша много зарабатывал, подтянулся на твой уровень. Очень хочу. Очень хочу и желаем этого, чтобы он зарабатывал много. И я надеюсь, это будет в перспективе. Дай Бог. Элина, а ты вообще веришь, что Лёша когда-нибудь добьётся того, о чём ты хочешь, да, чего ты мечтаешь? Да. Ты в него веришь? Абсолютно. Точно верю. У него всё получится. И надеешься, всё-таки свадьба будет ваша за 15 миллионов, которым встречит Лёша? Нет, если у нас не будет возможности, мы просто пойдём, распишемся, соберём наших близких друзей, выпьём бокал, это по бокалу шампанского хорошего и поедем куда-нибудь отдыхать в Волгоград. Ну смотри, я хочу тебе сказать о том, что Лёша в своих силах не уверен. И он говорит о том, что вот если Лина уменьшит свои запросы, да, то мы будем жить хорошо. То есть речи не идёт о том, что он собирается как-то подтянуться до твоего уровня. Ему хочется, чтобы ты вот так вот спустилась к нему, и всё будет замечательно тогда. Ну, жаль слышать такие вещи, но тем не менее достаточно того, что я очень сильно в него верю. И этого настолько много, моей веры, что я думаю, её хватит на двоих. Но она сейчас на постоянных нервяках. Ты вот это всё выдержишь, Лёша, или всё-таки ты можешь, конечно, поддерживать, но у меня ощущение, что ты сорвёшься всё равно? Может быть, и такой вариант, что я сорвусь, но я буду стараться не сорваться к всему. Я просто, понимаете, я... Ну и вообще два сумасшедших, ты это понимаешь, нет? Я это нормально, она ничего не делает. Нет, это тебе кажется, что ты нормально. Вы оба сумасшедшие, Лёха. У вас даже, когда всё хорошо, вы сомневаетесь в том, что это хорошо. Странно, что хорошо. А почему хорошо? Не, ну вот у Элины эти страхи. А всё хорошо, потому что он меня любит, или потому что он делает вид, что он меня любит? У меня, ты знаешь, мы как бы... Можно вставать с утра, делать завтраки, идти на бассейн, не знаю, любить друг друга, болтать на различные темы. Вообще, кроме выяснения отношений, просто поговорить о чём-то. Не знаю, просто о чём-то. Ты знаешь меня, да, и мы, бывает, ну, порой там по телефону с тобой разговариваем, да, и ты понимаешь, что я, ну, уже всё, я уже... На пределе. Не едет потихонечку уже планка, да. Вот главный вопрос. Мама сказала, что всё, без поддержки семьи она остаётся, не будет никакого содержания материального, да. Скажи, пожалуйста, ты готовь всё это на себя взвалить сейчас? Сколько я смогу это сделать по возможности своей. Ты думаешь, мне этого будет достаточно? Ещё плюс, чтобы на меня остались, естественно, деньги, понимаешь? Ты думаешь, ей этого будет достаточно? Я уверен на миллион процентов, что ей это недостаточно. Но я думаю, ничего страшного, как люди живут вместе, там, или поднимаются как-то, или ещё что-то. В любом случае, если есть любовь, она есть. Ну, вот сможешь ли ты вообще вот оставаться такой простой девчонкой? И, в принципе, ты пойми, что Лёха, вот он, в принципе, выше головы не прыгнет. Он не сможет позволить там машину, там, бизнес-люкс, там, ещё какого-то класса. Он не сможет летать, там, на какие-то дорогие курорты, да, вот как бы он выбирает вот такой класс жизни, вот как мы все парни, да, вот как я. Вот мы живём, да, вот у нас есть какие-то деньги, но это не такие деньги, на которые можно позволить себе такую роскошную, красивую жизнь. Платье за 250 тысяч, там, ты пойми, что, ну, вот простота, в которой ты сейчас находишься, является, вот, ну, изначально, вот, признаком твоей, вот, сейчас, депрессии, мне кажется. Вот тебя гложет то, что от машины ты пришлось отказаться, что сейчас просто придётся как-то вот жить так вот, ну, вот, не позволишь себе, там, купить крутую, там, курточку, крутые очки. Ирина, я знаю, что помимо, да, той темы, на которой ты расстраиваешься, у вас ещё что-то произошло с Лёшей. И я хочу сказать, что я родилась не золотой колыбели, я до пубертатного периода жила в абсолютном, в таком районе, где живут не очень. И в своей жизни у меня было такое, что приходилось какое-то время сидеть на гречке, чтобы, знаете ли, пройти какой-то такой этап жизни. Москва меня тоже покидала в своё время, поэтому, что касается моего настроения, да, действительно, дело в другом. А в чём дело, я вас очень прошу, я просто очень прошу не поднимать никаких этих тем. В чём дело, я просто устала, правда, психологически устала, устала эмоционально. Я хочу отдохнуть от обсуждения меня, пожалуйста, если есть такая возможность, закрыть эти темы. Да, можно я чуть-чуть порежу, хорошо? Ну, ладно, я хочу, чтобы ты взялась в руки и послушала то, что я сейчас тебе скажу. Да, а можно ничего не говорить? Я не буду убежать с них, никаких раскладов, хорошо? Я просто сделал выбор и… Мне снова собирать вещи. Я поняла, Галюша. Не унижай меня больше ещё раз, пожалуйста. Я тебя не унижаю, я тебе не… Почему ты опять думаешь то, что тебе хочется думать? Почему я ещё не понимаю это? Я хочу стать таким, каким был. Каким и всё? Я заигрался за эти три дня. И я подумал так, что реально ты ломаешь себя в тех моментах, которые мне не нравятся. А я, наверное, не вижу этого или не верю этому. Тяжело я сейчас там, типа, что она от всего отказалась, машину отогнала, счета закрыла. А, ну такая, типа, стрёмная жизнь. Да, она говорит, я всё сделала, типа, Алёша ничего не делает, ничем не занимается. Такое ощущение, что она вот на всё готова, да, а Алёша просто вот смотрит и довольствуется этим. Я, в свою очередь, не веду себя так, я тебе это говорю, как я эти три дня вёл, да, пофигистически. И ты становишься реально в отношениях, как бы для меня, да, в отношениях, не наравно со мной девочкой. Но это денег не касается никак. Именно в отношениях. Договорились? Давай попробуем. А? Денег не касается, это что, значит, я не понимаю. Смотри, что. Денег это не касается, не в плане того, что, как бы, я всё равно сейчас не смогу заработать столько, чтобы там переплюнуть твои запросы, понимаешь? Я к тому, что не надо там замораживать какие-то свои счета, как ты говоришь. Если тебе мама или там кто-то замораживает, так ты мне скажи об этом, чтобы я был в курсе. Какие счета? Это просто озвучено, как счета. Да, у меня вся наличка практически в кошельке. Но ты мне сказала, что считаешь? Мама сказала мне, чтобы я ничего не тратила. И вот реально нужна я тебе буду такая. Отключаю, значит, не надо слушать, не надо, пожалуйста, не иди в поводу, мама. Скажи, реально, я нужна тебе буду такая. Не иди в поводу, мама. Скажи. Ты мне нужна, ну мне, понимаешь, ты мне нужна, мне пофиг, даже если ты ни копейки не будешь зарабатывать. У нас будет все равно, понимаешь, хватать. С квартиры вопрос решен, правильно? Единственное, что я тебе возил, это карту в моем СПА, на котором у меня лежит депозит. Слышишь, смотри, с квартиры у нас решен вопрос, правильно? Да. Все. В чем проблема? Остальное будем так вот как-то там... Получается, что свои деньги я буду на нас тратить. Вот и все, понимаешь? Я даже знаю, что и сейчас вы продолжали ругаться, да? Да. Что, скажи мне, что такого ужасного совершил Алексей Самсон? Не ничего сказать. Вы что, не видите? Просто диспотирует надо мной все. Что значит диспотирует над тобой? Как конкретно? Ну, если начинаем о чем-то говорить, он меня обязательно должен довести до состояния, чтобы меня трясло или унизить меня, уничтожить просто морально, чтобы меня не было. Алексей, ты правда этого добиваешься? Если да, то почему? Это ее мнение, Ксюха, абсолютно не так, потому что я просто человеком... Мы один на один даже находимся, да, там, как ее мораль могу уничтожить или еще что-то. Мы один на один в машине едем или дом находимся. Я с ней просто веду диалоги какие-то, и ей кажется, что это давление, ей кажется, что это... я не знаю, как сказать, что я диспотирую над ней. Это ее мнение, а это абсолютно не так. Но основные претензии к Ильине в чем? У меня нет претензий к ней никаких. Я ей вчера... Но ты же ей говоришь какие-то оскорбительные слова, правильно? Смотри, когда... нет, если человек путает глагол с существительным, да, то есть... Но когда человек просто выругивается в воздух, и она воспринимает это все буквально в свой счет... Ну ты же не цензурно ругаешься на нее, какие-то слова произносишь, хавальник какой-то в твоем лексиконе появляется. Смотри, я если говорю, что ты меня задолбала, да, по-русски говоря, я не понимаю, что это просто... Вот я говорю ей, ты меня задолбала, она же не будет на это обижаться. Ну, мне кажется, можно же, понимаешь, как-то себя контролировать, говорить не завальни хавальник, а сказать закрой рот, например. Давайте послушаем еще, какие мнения есть на Полянне по поводу этой ситуации. Кто что думает, ребят? Я вижу ситуацию такую, что Леша просто сейчас Элину ломает. Ломает немножко под себя, не то что даже под себя, для того, чтобы у них получились отношения. Потому что Элина очень девушка такая гордая, категоричная, она чуть что уходит, и Леша с ней не получается с такой строить отношения. Поэтому он немножко ее подминает. Ну, грубовато, конечно. Я считаю, что Элина сделала достаточно таких шагов ему навстречу, достаточно каких-то таких неприятных. Она старается, она ломает себя в чем-то. Но должна быть отдача от мужчины, чтобы женщина понимала, что она идет на это ради чего-то. То есть она видит, что ты это ценишь. А мне кажется, Леша просто немножко перегибает палку. Понятно. Катя Колесниченко что считает? Знаете, Элина делилась с нами в городских, что был момент, вот из-за чего ребята расстались в прошлый раз, да. Они остались за периметром, и не очень сложилась жизнь, да, самостоятельная жизнь. В плане там, ну, разные моменты на это повлияли. То есть ребята не смогли быть вместе за периметром. И когда, Элин, ты поставила на карту, ну, допустим, работу, семью, грубо говоря, да, там маму, и выбрала Лешу, с которым у тебя уже один раз не получилось, но ты все равно, во имя чувств, решаешься на этот шаг. Я считаю, это как минимум авантюризм, это очень страшно, потому что если один раз не получилось давать второй шанс и на кон ставить все, ну, честно, я бы так не смогла. Просто смысл в том, что я хочу, чтобы она стала мудрее, и все, и ничего больше не надо. Ну, просто, Леша, проблема в том, что у тебя свое понятие о мудрости, а у нее свое. Нет, у меня стандартное банальное понятие, она даже... Нет, нет никакого стандартного, у каждого оно свое. Нет никакого стандартного, Леша. Есть то, что ты хочешь от человека, и есть другой человек. Если мужчина когда-то что-то говорит, девушка не должна ему, любимая женщина, не должна ему в ответ что-то говорить. Леша, но я тебе могу сказать со стороны, что когда мужчина говорит что-то про хавальник, то никакой другой реакции тоже быть не может. Поэтому давай быть реалистами все-таки. Я знаю массу женщин, которые настолько себя уважают и ценят, что после этих слов в принципе не будут ни о чем разговаривать с мужчиной. Ну, до сих пор одни они, сто процентов. Не надо считать свою позицию единственно верной. Я считаю, что Элина тоже во многом права. Ксюк, никто не считает просто, дай тебе кое-что скажу. Она начинает просто негативить, просто ни с того ни с сего. Не важно, кто начинает. Я много раз тебе говорила, следи за собой. Не важно, что делает она, важно, что делаешь ты. Вот я то же самое пытаюсь донести, она не понимает. Нет, опять, вот ты опять почему-то про нее говоришь. Она и не должна ничего понимать. Ты делай сам все правильно, не оскорбляй ее, веди себя как мужчина, уважай ее. И она изменится через это отношение. Ну, слушай, на нет и суда нет. Если ты так считаешь, мне переубедить тебя очень сложно. Тебя переубедит только жизнь. Элиночка, ну ты тогда подумай и прими какое-то решение. Я считаю, что страдать и себя так мучить тоже нет смысла. Уже лучше какое-то принять решение и за него держаться. Все ребята пошли провожать Андрея к воротам, кроме Элины, которая сразу побежала к себе в комнату и в очередной раз за сегодняшний день расплакалась. Зай, что-то накару не отворил. Зай. Слышишь меня? Слышишь меня? Элина, ты чего плачешь? Ну ты чего, Элина? Элина, что случилось? Элиночка, ну хватит, ну перестань, не мучайся, так не плакай, так. Ну ты чего себе душу прям лылашь? Сейчас, то что. Ох, ты чего? Хи-хи-хи-хи-хи-ха. Хи-хи-хи-хи. Элина, ну как это делается? Я дома всегда так отправляю. Ты чего не поймал? А? Да не трогай меня! Не трогай меня, Леша! Найя, оставь меня в покое, я не хочу ничего разговаривать, ты чего ты там не видишь? Стой! Леня, успокойся, пожалуйста. Стой! Давайте уж покорить его, хочешь, правда, ну ты чего? Девятый. Да не хочу, не держать, не трогай меня! На, выпей. Слышишь, что я тебе говорю? Не хочу ничего. Выпей, я тебе говорю, б***ь! Выпей, я тебе сказал! Не буду пи... Выпей, я тебе сказал! Выпей! Выпей, я тебе сказал, слышишь меня? Ты можешь прийти в себя или нет? Ты можешь прийти в себя? Я тебя спрашиваю ещё раз! Слышишь меня или нет? Саня, ты меня! Слышишь? Ты иди в себя, я не пойму. Ты слышишь или нет? Ты слышишь? Прийди в себя, я тебя не пойму. Ты приди в себя, я тебя не пойму. Что я тебе говорю? Ты чего? Ты чего? У-у-у! Ты чего я не пойму, а? Все, я пойду, все. Ты можешь прийти в себя? В себя приди. В себя приди, я тебе еще раз говорю. Ну, трогай меня. В себя приди. В себя приди, ты что творишь? Что случилось? Что тебя трусит? В себя приди. Я не знаю, как тебя привести в чувство, я не пойму. Отстань от меня. Я никогда больше не появляюсь. В себя приди, ты не пойму. В себя, ты приди, я сказал. В себя ты приди, в чем проблема-то, да? В чем проблема, я не пойму? В чем проблема? Слышишь меня? Я поговорил с тобой. Чего какая-то? Встань, поди, сядь. Встань. Не трогай меня. Иди сядь. Сядь. Сядь сюда. Сядь. Или ты приходишь сейчас в себя? Или ты приходишь сейчас в себя? Выпей таблетки. Выпей, я сказал. Выпей, выпей. Ты б не хрю что-ли, ты выпишешь, а? Выпей. Выпей, я сказал. Приди в себя. Выпей и все. Выпей, я сказал. Выпей. Приди в себя, я сказал. Приди в себя, слышишь или нет? Поднимись, Ваня, подойди. Ребята, лучше бы у нас не идти. Я тоже орала. Надо, подбежали. Не просто. Пусть сидит. Пошли. Успокойся. Лёв, успокойся. Отойдите отсюда. Ты что, я не пойму, а? Ага. 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 Извините, блядь, себя че-то. Ты вообще... Извини, я вообще не... Все понимают. Не бежать. Лёха, сдерживайся, блядь, ты че, так нельзя. Лёш, может, тебе успокоительный налить, нет? Тебе надо выпить что-нибудь успокоительное. А что с ногой? Да на ногу потяну. Всё, я думаю, что... Всё, я думаю, что... Надо заканчивать. Ты вообще просто... Лёха, из-за чего? Улёт. Я вообще её не понимаю. Она в истерике. Она просто в истерике. Я реально подумал, что вы сначала мебель передвигаете. Она просто в истерике бьётся. Она просто в истерике. Я ей ничего не делал, вообще ничего не говорил. Я не знаю, что вообще происходит. Я вообще не отвечал. Лёша, он просто... Нельзя быть вместе и всё. Просто ты сама сходишь с ней. Я думаю, что сейчас не надо разговаривать об этом, честно. Лёха, нормально? Я сейчас выпью, пока. Нормально, да. Вешний витамин. Ты что, не слышал сейчас ничего? Я лучше собрал. Ну, мы тут сидели. Ну, успокаивайся. Всё, ребят, ну, пока. Это что, нормально? Это ненормальная реакция, Вань. Такого не может быть. У меня тоже умирала мама. Лёха псих вообще. Я так себя не вела. Мы зашли, он с ноги ударил по этой сушилке, короче. Там я не знаю, что. Думал, что это всё в Илюха полетит. Давай сумку в пакет. На, подожди. Это мои семейные трусы. Я не думаю, что ты вот этого ждёшь от меня. Чего? Вот этого. Ты мне, ты что, издеваешься? Я, вот видишь, я прикалываюсь, играю с тобой, заигрываю. А я, вот, это что такое? Это просто, знаешь, вот честно, я жалею, что её вернули. Ну, это, поди. Она сама выжила. Оля, какая она психопатка вообще. Просто. Обалдеть. Не, мне реально стало страшно, когда зашёл за неё. Я думал, он её сейчас просто убьёт. Я ей отвечал. Он когда к ней подошёл, я думал, всё. Он реально сейчас ей даст просто очень сильно по лицу. Ну, и скромность, и скромность тоже не надо. Есть же какой-то средний вариант из таких вариантов. Он, знаешь, как, он подходит ко мне, у него глаза бегают, он не знает, оля, я не знаю, что делать. Я не знаю, что с ним. А, что делать? Не знаю, вот я тебе рассказываю, как подходит. Ну, вот он вступает. Ты понимаешь, для мужчины, когда он не знает, чем объяснить всё это, у него начинается вот заворот мозгов. Ну, он не тусовался, он ходил, переживал, он со мной разговаривал. Он говорит, я вроде с ней поговорил, вроде всё нормально. Там вот, ну, тогда она грубила, вроде всё хорошо было, вроде как бы всё. Ты вот, ну, я после срока ему сказала, да, что когда вот, что она себя ломает и тяжело нужно. Он такой, ну, всё, я с ней поговорила, что всё, я как бы не буду больше. Он не поговорил о разогалочке. Вот серьёзно, о разогалочке, потому что если к нему никто не подошёл... Слушай, мы даже разговаривали, там разговор, что мы вдвоём тихо, шёпотом на диване разговаривали. То есть это даже не было там для галочки, я тебе так скажу. Ему просто сказалось, что, блин, должна быть тоже какая-то с твоей стороны поддержка, и ей сейчас не очень просто. Её не будет, Оля, её нет. Он не понимает, что такое поддержка. Любить вообще нельзя так. Он меня бьёт, из-за этого ещё больше начинаю ловить. Я видела, что вот я уже, когда вот в ванной был, он тебя начал затаскивать, я уже вышла, ну, и ты начала, как бы, его сама первая отталкивать, типа, не трогай меня. Потому что больно, он мне только косяк дал, болит, головой, типа, рожа сидит. Нет, ну, как только тебя начал обнимать, ты начала, ну, как бы, всех тебя так прикасать, сразу начала кричать, не трогай меня. Это ты когда был? Когда в ванной. Когда он зашёл? Да. Уже он меня начал поднимать за волосы, за... Да? Кверху, я говорю, отпусти меня, что делать? Я просто не увидела за вами, я смотрела на тебя, вы понимаете? То душевое мне было, болеет. Уже, да, да. Я думаю, не специально, я думаю, просто... Специально? Как не специально же? Думаешь, специально? Чтобы, типа, успокоить. Долбануть, а что бы успокоить? Это что за новости такие? Я к ней сегодня не подходить не буду, ничего, ничего не вообще, разговорить не буду. Ну, пусть тогда, пусть тогда сидит и успокаивается. И пусть рассказывает девочкам, в чём у неё проблема. Я просто не понимаю, Лебеш, я реально сдержал, ты даже не представляешь, понимаешь? Я просто вообще... У меня истерика, от чего? От чего? Я Ольгу и послал, я говорю, Оль, пойди, пожалуйста, узнай причины слёз, да? Я говорю, причин уйма. Уйма там и моё поведение, и с бабушкой там проблем, да, и с мамой, и уйма причин. Но именно... А именно какую, я не пойму. Ну, это самое оправдывающее её поведение, это только нервный срыв. Она сегодня стояла на стройке и говорила, что уже три дня, говорит, я не могу в состоянии этого уйти в захлёб. Потому что я был виноват, я держал её в этом состоянии. Я персинговал. Ну, зачем? Ну, потому что я такая, понимаешь, я пытаюсь понять, по-хорошему не понимает. Не понимает. Один эгоизм. Так а что вы делите? Один эгоизм идёт. Ну, что вы делите? В чём мы заедем? Что делите? Во всём. Она только... Она дашь на дашь. Мне... Вот глобально, как я всегда говорил, сколько себе понял, да, женщина всегда требует от мужчины то, чего сама не делает. И чего сама не даёт. Она требует, это от мужчины, а за собой этого не стоит. Это истинная проблема многих женщин. Не всех, да, но многих. Требует того, чего сама не даёт и не делает. Вот и всё. Вот и всё. Понимаешь? Я, да, присидывал я тебе три дня, я с ней разговаривал, я у Зашевых хватал и говорю, ты кто такая? Я говорю, ты чё, я не пойму, там, в машине там всё. Я не понижал с ума сны. Там жёстко, понимаешь? Понимаешь? Чтобы она не была такой, понимаешь? У меня чемодан за 800 долларов, у меня очки за 800 долларов. Ну и что? Я говорю, не на... Нет, я говорю о том, что исключить эгоизм я хочу из неё. Чтобы она не была эгоисткой. Эгоистма в высокомерии. Эгоисткой. Говорить за... За высокомерие я вообще ничего не говорю. Я к этому привык уже. Я сегодня разговаривал, что психолога, эта тема не закрыта, всё нам предоставит в ближайшие дни. Но я не собираюсь с тобой расходиться, расставаться из-за этих твоих психов. Слышишь? Или... А? Я понимаю... Я понимаю на то, что тебе на... Кипиево. Я это понял. Я это всем даже объяснял. Без твоей помощи. Просто не надо никуда звонить, никуда уезжать. Иди ложись спать. Или вот здесь тебя вот глужат на первом этаже, если хочешь. Слышишь меня? Если хочешь, я тебе сейчас сделаю. Слышишь? Или... Хорошо, только не уезжай никуда. Понятно? Ну, завтра мы с тобой поговорим. Просто сейчас мы очень много лишнего говорим. Я думаю, это самый оптимальный вариант. И мне на тебя не наплевать. Понятно?